Всем привет! С вами Ян Матвеев и передача «Военное положение». Новые ракеты Украины и самые тяжелые потери российской авиации за всю войну. Второй штурм Авдеевки и Купенска, высадка украинских морпехов на Днепре и атаки Израиля в Газе. Поговорим об этом и новостях нашей страны. Начинаем! Украина получила атак МС. Об этом стало известно сразу после использования ракет на этой неделе. Атак МС — это тактическая ракета, одноступенчатая, с твердотопливным двигателем и мощной боевой частью, чаще всего кассетной. Можно сказать, что это аналог ракеты Искандера или точки У. Она также летит с большой скоростью выше трех махов по квазибаллистической траектории. Запускается из установок Хаймарс или МЛРС. Украине поставили партию из 20 ракет, а первыми целями стали аэродромы в Луганске и Бердянске, на которых базируется российская тактическая авиация — вертолеты. А вот это БК уже пошел. Атака велась ракетами самой ранней модификации 1996 года с дальностью до 165 километров и кассетной боевой частью. Собственно, отдельные субы боеприпасы и корпус двигателя одного из АТКМСов выложили сами российские военкоры. А чуть позже стали понятны и последствия, их заметно со спутника. Вот посмотрите, видите вот эти обгорелые пятна? Это места, где стояли вертолеты К-52, Ми-8, Ми-24. То же самое в Луганске, но масштаб поменьше. Кроме того, те машины, которые остались целые, выведены из строя осколками. Вот, например, фото одного из К-52. Но обратите внимание, что только в кабину и фонарь попало несколько осколков, если по всему корпусу так большого ремонта не избежать. А теперь давайте коротко пройдемся по событиям на фронте. Вторая атака на Авдеевку. Российская армия все-таки провела ее. И вот, пожалуйста, это кадры из Водянова. Это южный фланг Авдеевки. Здесь мы видим две БМП, которые подрывались, судя по всему, на минах. На следующих кадрах вот это уже Красногоровка. Это как раз с севера. И тут тоже, но тут уже БТРы. Вот они, пожалуйста, горят. Также атака была отбита и российская армия продолжает терять и технику, и личный состав на попытках окружить Авдеевку. Но российские войска также пытались атаковать и в других районах. На прошлой неделе это была Новомихайловка, теперь пришла информация из-под Купенска. Вообще об этой атаке мало писали даже российские затвоенкоры. Но если коротко, прошла она так же неудачно, как и под Авдеевкой. Правда, масштаб гораздо меньший получился. А что украинские силы? Борьба за Вербовое на Запорожском фронте продолжается. Вот здесь это находится на карте. Но еще одна атака началась в Херсонской области. Украинские десантники высадились в районе Песчановки, там, где разрушенный железнодорожный мост, а также возле Крынок. Это севернее. Давайте посмотрим на карте, где это находится. Вот уже несколько дней российские войска бомбят и обстреливают эти районы. Однако выдавить украинские силы не могут. Переправ никаких там нет. Пехота высадилась на лодках и снабжается также. Конечно, это не похоже на полноценную десантную операцию. Задействованы силы в размере роты, может быть, двух, без тяжелого оружия. Скорее, это такой глубокий рейд. Цель – отвлечь силы и внимание, а также проверить плотность российской обороны на берегу. Теперь короткая сводка о событиях в Израиле и секторе Газа. Вторжение все ближе, но до сих пор не началось. Причины следующие. Во-первых, Цахал, израильская армия, хочет сильнее ослабить Хамас с бомбардировками еще до боев на земле. Во-вторых, есть мирные жители, многие из которых не уходят из северной части Газы. Той, куда, собственно, Цахал собирается вторгаться. Дают им время на эвакуацию. В-третьих, идут переговоры по заложникам. Естественно, когда начнется наземная операция, риски для них сразу возрастут. Вот вчера, например, стало известно, что вернулись сразу две женщины. Это такой хороший успех. Самой громкой новостью, конечно, стал взрыв на парковке больницы Аляхли. Сначала многие поверили заявлениям Хамаса о том, что это удар Израиля погибших от 500 до 800 человек. Но затем аналитики исследовали все доказательства. Фото места взрыва, видеозаписи. Ну и пришли к другим выводам. Вероятнее всего, одна из кустарных ракет террористов, которую они в тот же момент запускали, вот, пожалуйста, у вас на экране сейчас, они запускали их по Израилю. Она дала сбой и упала на парковку, собственно, возле больницы. Там, в небольшом саду рядом укрывались люди. Реальное количество погибших и раненых оценивают от нескольких десятков до двух сотен человек. Судя по воронке и повреждениям, вот, пожалуйста, посмотрите, это не была израильская бомба. Она бы оставила больше разрушений. Ну, а вот для ракеты террористов картинка как раз похожая. В то же время на северной границе Израиль обстреливает Хизбалла. Вот, например, старинными ПТРК «Малютка», ракеты которых, между прочим, управляются по проводу. Бьют по антеннам, по наблюдательным постам, по технике, пытаются как-то спровоцировать, возможно, израильскую армию. А вот на этих кадрах атака танка «Меркова», сброшенным с дрона тандемным боеприпасом ПГ-7ВР или его аналогом. Танкистам повезло, что заряд промазал мимо боеукладки, которая находится в карме башни. Неудивительно, что Цахал тоже начал устанавливать на «Мерковы» промышленные козырьки-мангалы. Для этих танков, у которых МТО в передней части под слоем брони, такая защита более актуальна, чем для Т-72 и машин с аналогичной компоновкой. Ну и еще более она актуальна для будущих городских боев. Установлены имена 34 857 погибших российских солдат. Обычно между временем смерти и некрологом проходит несколько недель, так что здесь еще не учтены потери из мясорубки под Авдеевкой. В четырех регионах уже насчитали больше тысячи погибших. Это Краснодарский край, Свердловская область, Башкортостан и Челябинская область. Большая часть новых жертв это мобилизованные солдаты. Их забирали год назад и никто не знает, когда они смогут вернуться домой. Живыми и невредимыми только после окончания войны. Сейчас демобилизуют лишь с серьезными ранениями. И здесь есть такая вот печальная статистика. 54% больше половины участников войны, прошедших освидетельствование на инвалидность, потеряли конечность. В буквальном смысле нужно отдать руку на отсечение, чтобы вернуться домой. Ну или ногу. Нижние конечности теряют в 80% случаев. Про очереди на протезы и безбарьерную среду в России вы и так все прекрасно понимаете. Нередко люди с ограниченными возможностями даже из дома выйти не могут, потому что нет пандуса. Как обычно, посчитаем потери техники. За 604 дня войны российская армия потеряла 2404 танка и 4305 бронированных машин, в том числе БМП, БМД, БТР, МТЛБ и другие. Уничтожены или захвачены 894 артиллерийских орудия и САУ, а также 294 реактивных системы залпового огня. Сбитые 93 самолета и 115 вертолетов. Количество уничтоженных под Авдеевкой машин приближается к сотне, среди них около трех десятков танков. По масштабам потерь ее сравнивают с наступлением на Угледар и расстрелом понтонной переправы под Белогоровкой. И похоже, Авдеевская операция их даже переплюнет. Потерь так много, что и российские Z-каналы пишут о необходимости прекратить любое наступление и начать окапываться. Атаки по авиабазам в Бердянске и Луганске повредили около двух десятков вертолетов. Аналитики насчитали 21 машину в разной степени поврежденности. Какие-то уничтожены, какие-то повреждены. Ну и возможно, часть из них, конечно, восстановят. Но судя по следам пожаров, в Бердянске как минимум 9 вертолетов сильно горели, ну и скорее всего уничтожены. В украинской армии к 21 октября уничтожены 668 танков и 1637 бронированных машин. Потеряны 395 артиллерийских установок и 50 систем залпового огня. Подтверждены потери 77 самолетов и 36 вертолетов. Украинская артиллерия стала большой проблемой для российской армии. Она более дальнобойная и точная, поэтому обычной контрбатарейной борьбой ее уничтожить сложно. Для таких целей очень часто используют ударные беспилотники «Ланцет», вот как на этих кадрах. Здесь мы видим уничтожение гаубицы М777. Они стали основным оружием украинской артиллерии и, соответственно, несут самые серьезные потери. За все время были повреждены около 70 орудий. Украинский штаб заявляет, что их орудия делают около 9000 выстрелов в день против 7000 российских. Проблема со снарядами известна давно. Теперь стало известно, как ее решили. Снаряды из Северной Кореи уже вот появились на фронте. Интересно, что взамен Путин передал Ким Чен Ыну. Патриарх Кирилл раскрыл главную тайну мировой науки. Оказывается, атомную бомбу создавали по божьему промыслу, под покровом и в обители Серафима Саровского. Жаль, он не рассказал, какой святой или, может, кто-то из монахов помогал разрабатывать, например, ракету Сатана. В любом случае, это очень похоже на российский ответ фильму Оппенгеймер. О чем пойдет речь в российском аналоге фильма Барби, я даже представить боюсь, если честно. Ну, напишите в комментариях, что сами думаете. Всеми забытый Рогозин на этой неделе так вдохновился мобилизацией в Израиле, что предложил по аналогии провести в России вторую волну. Все потому, что в Израиле за 48 часов призвали 300 тысяч человек. Но это все, конечно, просто мечты Рогозина. Хотя бы потому, что в Израиле люди идут, чтобы реально защищать страну от напавшего агрессора. А в России на никому не нужную преступную войну гонят в основном силой, ну или заманивают деньгами. Хлеба и зрелищ в России требует и Дугин, мол, фронт оживить надо, а то что-то в России войну поддерживать перестали. И нужно что-то знаковое, резкое, связанное с победой. Ну вот, может, как в Пятигорске, буквально ни дня без победы. Военкоры на этой неделе как раз выли из-за ситуации на фронте. А именно из-за украинской атаки от КМС по аэродрому в Бердянске. Ну, потому что каждый раз происходит одно и то же. Никто никогда ни к чему не готов. И проблему с тем, что для техники нет никакого укрытия, никто так и не решил. А это ведь далеко не первая атака и все такое. Но это они, конечно, зря. Вон Путин говорит, что все вообще отлично и переживать не за что. Но они это сделали. А результата не будет. Уже поэтому это ошибка. Про ситуацию в Авдеевке молчит и Путин, и военкоры стараются много не писать. И только вчера стали очень обеспокоены. Сообщают, что по уровню Бардака это направление уже превзошло Бахмут и скоро, видимо, по потерям тоже превзойдет. Ну и задаются вопросом, стоит ли любой ценой брать Авдеевку и отправлять людей на убой. А людей так и продолжают просто слать на убой. Вот очередное обращение родственников мобилизованных к Путину и Шойгу. Вот женщина жалуется, что тела даже с поля боя не забирают. В последствии оказалось, что тело моего мужа не было эвакуировано. Сегодня 5 октября. Мой супруг до сих пор находится на этом поле под открытым небом. Не представляется возможности эвакуировать его тело, поскольку тяжелая обстановка. Так говорит мне командир моего супруга. И таких историй сотни. Ну вот откройте тот же телеграм-канал Мобилизация. Там полно и видео, и разных постов об этом. Конечно, никому из власти до этого нет дела. Потому что люди для Путина просто расходный материал для ведения войны за его вот мистические цели. Тем временем в Москве открыли новый завод. Ракетный завод. Прямо в спальном районе. Территорию индустриального парка Собянин передал концерну воздушно-космической обороны Алмаз-Антей. Будут делать С-400, С-500. Поэтому теперь у жителей Некрасовки есть не только, например, продуктовые магазины, детские площадки, но и целый завод по производству ракет. А на Тамбовском заводе решили, что хлеб людям больше не особо нужен. Дроны теперь важнее. Мы испекаем 60 видов продукции хлеба. Ежесуточно выходит у нас с конвейера порядка 30 тонн. Ну и в то же время мы успеваем делать дроны для наших парней, которые находятся в зоне СВО. Зато вот Лавров позаботился о россиянах. Точнее, об их отпусках. Пока ездить за границу становится все сложнее. Он предложил новое направление для отдыха. И нет, это не курорты Краснодарского края. Это Северная Корея. Правда, если вдруг вы мечтаете об отдыхе в КНДР, то спешу вас огорчить. В Пхеньяне аншлаг и нет отелей. Думаю, там и правда аншлаг, вот только совсем не туристический. В любом случае, куда бы вы ни поехали, не забывайте брать с собой чемоданы. Это уже не от Лаврова, а от Путина совет. Потому что есть такие чемоданы, без которых совершенно точно нельзя путешествовать. Это причем, ну вот, журналисты, да, кремлевские и дали такую формулировку к этой новости. Вот Путин это наверняка знает и с такими чемоданами путешествует. Остается только гадать, что же такого важного в этих чемоданах. Но мы-то, наверное, все прекрасно знаем ответ на этот вопрос. Давайте подводить итоги. Российская армия продолжила попытки наступать на всем Восточном фронте. Дело это в том же стиле, что и зимой, получая те же или даже худшие результаты. Собранные силы действовали шаблонно, слишком просто. Использовали разнородную, собранную буквально с мира по нитке технику. В том числе чуть ли не музейные образцы. Например, были замечены БТР-50, вот он перевернутый лежит, и БТР-90. Первый родом из 54-го года, а второй это вообще прототип, который в серию не пошел. Вот в Кубинке, например, такой стоит, а теперь еще один воюет под Авдеевкой. Все это говорит о том, что действовали не полноценные какие-то хорошо подготовленные резервы, вооруженные свежевосстановленными танками и бронемашинами, а наспех организованные группы, собранные из того, что было. В результате разгром с огромными потерями. Говорят о технике, но ведь сколько человеческих жертв было, еще только предстоит узнать. Судя по масштабам, цифра может превышать тысячу погибших. Украинская армия ничем заметным не отметилась, кроме успешной обороны и дерзкой высадки через Днепр. Я думаю, это разведка боем, попытка оценить надежность российских заслонов, до реальной десантной операции, мне кажется, далековато. Для этого, как минимум, нужно перехватить инициативу в воздухе, иначе переправа будет просто разбомблена российскими самолетами. Конечно, самым ярким действием ВСУ стал удар от КМСами по аэродромам, после чего пошло много разговоров, что вот 20 ракет дали и все. Но украинские власти заявляют, что будут еще поставки. Возможно, привезут и более дальнобойные версии на 300 километров. А они уже и до Крымского моста могут долететь. Ну, выводы делайте сами. Что же касается Израиля, то там ситуация пока стабильная. Все ждут вторжения в газу и приготовление показывают. Оно вот все ближе. А пока ВВС Израиля наносят авиаудары по целям в секторе газа, пытаясь нанести Хамасу как можно больше ущерб. Вот такое получилась неделя. Не забудьте, конечно, поставить лайк, поделиться роликом. Я говорю огромное спасибо всем патронам нашей передачи. Напоминаю, что патроны могут прислать нам свои вопросы. Мы будем отвечать. Так что подписывайтесь и задавайте. Для вас работали Ян Матвеев, Владлен Лось и вся большая команда за кадром. Всем спасибо. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok